Ну что скажешь, в целом эта модель оставляет очень приятные впечатления, у нее реально классная динамика. Немножко еще надо привыкнуть к управляемости и, может быть, добавить пару опций, чтобы за рулем не было так холодно. Но учитывая, что вся эта история полностью отечественная, эмоции сугубо позитивные. Нет, мы не сошли с ума, и это не Вело Вести, и даже не Тест Драйв. Это сюжет про то, как крайне талантливые, если не сказать одаренные люди, сделают удивительные вещи, которые, к сожалению, должного внимания, как правило, не получают. Это Евгений Дуинов, а это электровелосипед, двигатель которого в теории позволяет развивать скорость до 250 км в час. На одном из развлекательных ресурсов в интернете про него писали, мол, в Якутии собрали чудо-велосипед с космическими характеристиками. На самом деле разгоняли его максимум до 100, пока что. Да и географически немножко ошиблись. Дело происходит в Зеленограде, в нескольких арендованных помещениях бывшего НИИ. Начали мы заниматься мотор-колесом 4 февраля 2015 года. Появилась идея реализовать наши наработки, товары, которые были бы доступны каждому потребителю. Потому что мы уже имели опыт создания приводов для электромобилей. Ну и постепенно сформировалось понимание того, что надо сделать то же самое для двухколесных транспортных средств. Совпадение в фамилиях не случайное. Дмитрий Александрович – отец Евгения. Изобретатель, разработчик, руководитель проектов. В общем, мозговой центр этой небольшой фирмы под названием АСПП. Асинхронное мотор-колесо – это именно его рук и головы дело. Асинхронные двигатели, они применяются везде в промышленности. Везде. Но в транспортных средствах ранее не делали. Почему? Во-первых, сдерживало отсутствие силовой электроники, с помощью которой можно было бы создавать из постоянного тока перемены. Это первая причина. Разберемся по порядку. Во-первых, что вообще такое асинхронный двигатель? Вот как он устроен вкратце. По обмоткам пускается ток. При переключении фаз поворачивается поле и поворачивается вектор магнитной индукции. У синхронной установки ротор поворачивается с той же частотой, что и результирующий вектор магнитного потока, создаваемый статором. В асинхронном двигателе ротор вращается медленнее, а вместо магнитов тяговый момент создается коротко замкнутыми витками. А теперь о второй причине, собственно, в которой и заключается инновация изобретателя. Дело в том, что все попытки сделать асинхронный мотор-колесо терпели неудачу, потому что двигатели со стандартными обмотками, они обладают низкими пусковыми моментами и низкоудильной мощностью. Мы же разработали новый тип обмотки, который позволил даже у стандартного двигателя при замене стандартных обмоток на наши получать высокие пусковые моменты, меньшие пусковые токи и высокие моменты. Поэтому вот и родилась идея, что попробуйте на мотор-колесе. Без должной подготовки понять сложно, но объяснить попробуем. Существует два наиболее распространенных вида обмотки. По форме они напоминают треугольник и звезду. Собственно, так они и называются. Дуенов и его коллеги решили эти два типа совместить. Получилась так называемая «славянка». Она-то, собственно, и позволяет получить характеристики электромагнитного мотора, которых ранее не было. Назначение у разработки самое широкое – от автомобилей до тяжелой военной техники. Такие двигатели энергоэффективны, долговечны и недороги в производстве. На четырехколесном транспорте технологию уже испытывали. Все прошло успешно. Настолько, что секрет инновации даже хотели украсть. Не мудрено. С обмотками Дмитрия Дуенова характеристики двигателя превосходили последние разработки Теслы. Да еще и на какой машине все это было установлено. «Запорожец» создавался Сергеем Вильчевцем с ТДС. Он сделал «Запорожец» за один месяц. Взял, купил, сделал. И сделал его настолько удачно, что по удальности пробега, по скоростному режиму он смог выступить в пробеге «Киев-Монте-Карло». Причем он шел, не уступая всем другим автомобилям. Мало того, он дошел до финиша. И несмотря на то, что два этапа было аннулировано, потому что там достаточно неплохие результаты он показал, и что он приезжал к назначенному месту, там не оказывались зарядки. И вот он на одной зарядке проходил 640 километров. А потом эту машину просто слегка протаранили во время стоянки. Надеялись, что чинить будут там, где обслуживаются остальные автомобили. То есть, где будут все условия для детального изучения и копирования технологии. Но на уловку ребят не попались. Все секреты благополучно увезли с собой домой. Еще бы! Для автопрома история более чем интересная. Помимо экономичности и долговечности, речь ведь идет о возможности построить автомобиль с четырьмя ведущими независимыми колесами, со всеми вытекающими преимуществами. Но мы вернемся к нашему велосипеду. Его привезли на выставку Эко-неделя. Реакция посетителей была предсказуема. Такой двухколесный транспорт хотели бы многие. Интересовались, когда выйдет, где можно купить и сколько будет стоить. Да и в интернете потенциальные клиенты готовы приобрести такое хоть сегодня. Казалось бы, спрос есть в чем тогда загвоздка. Говорить о серийном производстве, массовом производстве пока что сложно, потому что люди хотят, люди спрашивают, но хочет ли промышленность этим заниматься? Те же самые производители велосипедов, те же производители двигателей. Где они? Но тем не менее, есть небольшие предприятия, есть все равно определенное количество промышленников, производственников, которые хотят. И задача очень простая. Найти этих людей. Другими словами, сама инновация вопросов не вызывает. Даже как продавать велосипеды здесь прекрасно знают. И это при том, что компания занимается не транспортными средствами, а исключительно технологиями асинхронного двигателя. Просто пользоваться ими не спешат. И тут даже не столько экономические нюансы, сколько элементарная бюрократия. Противоречие в чем? Конструкторы могут, разработчики могут, но не хотят. Почему? Классовая борьба. Они говорят, зачем вот есть хозяин, мы ему принесем деньги, он с нами не поделится. Зачем мы за одну и ту же зарплату будем делать ту работу, которая отнимет у нас время и так далее, и так далее. А хозяин, он живет в другом измерении. Он на Олимпе, люди на земле. Поэтому здесь возникают противоречия. Одни не хотят, другие не могут. Но, несмотря на это, велосипеды с технологиями Дмитрия Александровича все же должны появиться. И если так, разумно спросить, сколько все это будет стоить. Я могу говорить только о себестоимости. Судить. Но, если я сейчас озвучу себестоимость, мне будет тяжело договариваться с теми, которые будут заниматься продажами. Одно можно сказать наверняка и однозначно, что это будет серьезно дешевле, чем с постоянными магнитами. Я думаю, до получения ответа на этот вопрос уже не так много времени осталось. И в ближайший месяц, я думаю, мы сможем озвучить эти цифры. Ну, а пока переговоры идут, и технологии не стоят на месте. Пускай подкованные в бизнесе, но все же в первую очередь это изобретатели. Сейчас, например, они занимаются созданием собственного контроллера. Устройство посредника между асинхронным двигателем и колесами. Разумеется, все за собственный счет. То самое микрофинансирование. А еще есть своя технология для производства более емких, эффективных и безопасных аккумуляторов. И еще десяток другой суперперспективных ноу-хау. Но это уже, наверное, другая история. Вводный режим. Пожалуйста, значит, сейчас бы я, знаете, о чем вас попросил. Написать в комментариях тех, кто первый раз на этом вебинаре. Тех, кто первый раз видит меня. Меня зовут Семенов Сергей. Кто еще не знает. Соответственно, я занимаюсь организацией привлечения инвестиций. по, так скажем, команде Ньюзи Александровича Дуйнова. Вот таким способом мы регулярно проводим отчеты. Вот таким способом мы регулярно общаемся с уже большим количеством наших инвесторов. Вот. Поэтому, пожалуйста, напишите, кто первый раз. Вот давайте или поставьте плюсики, пожалуйста, коллеги. Те, кто первый раз пришел вот сегодня на вебинар. Или напишите первый раз, пожалуйста. Первый раз, можно говорить, количество людей у нас увеличилось с последних вебинаров где-то на тысячу человек. Вот. Так, давайте я сейчас посмотрю первый раз. Да, первый раз, первый раз. Так. Достаточно много. Так, так, так. Остальное в записи. Ну, я к тому, кто вообще первый раз на такой встрече, первый раз смотрит такое подобное видео и так далее. Значит, расскажу о сегодняшнем регламенте, да, что сегодня будет, как. Вебинар будет состоять из трех частей. Первое. Я вкратце, быстро пробегусь по последним новостям. Именно тем, что связано с системой по привлечению инвестиций. Расскажу о цифрах, о том, что было сделано за этот месяц, о нововведениях и так далее, и так далее. После этого Дмитрий Александрович Дуйнов расскажет о том, что было сделано по реализации проекта. Какие договоренности там были найдены, какие документы подписаны. Значит, что, в общем, что происходит в плане реализации проекта с технической точки зрения. Вот. После этого будет секция ответы на вопросы. Значит, коллеги, ответы на вопросы вот здесь, вот сверху. Если вы посмотрите, у вас есть кнопочка «Вопросы». Просьба писать вопросы туда, не повторять их, мы их увидим, попозже ответим. Во время, как бы, первой, там, второй части, на вопрос отмечать, наверное, не будем, а потом прям перейдем к ним. Так, ну что, еще 15 человек, и начинаем. Кто не сделал репост, сделайте. Разошлите в чатах своих, я не знаю, наверняка. Да, как бы, представляете, у нас здесь 180 человек, каждому буквально по одному человеку, и у нас уже будет 360-400 человек. Так, 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 так. Никак мы еще не научились здесь проводить опросы в таком, чтобы графики у нас строились. У нас в Казахстане уже 5. Раньше я был один. Коллеги, да, географика очень сильно расширяется. Я говорю, конечно, да, растем, проект вирусится естественным образом. Поэтому очень это здорово, это, ну, от этого гораздо легче работать, нежели все приходилось бы. Так, ну что, начнем. Не присоединяются к нам что-то в минус один даже сделать. Ну, ладно, значит, опять вводная такая информация, коллеги. В 1 июня мы начали процесс по организации финансирования серийного производства и постановку технологии производства по выпуску асинхронных электродвигателей под руководством Дмитрия Александровича Дуйнова. То есть им было принято решение организовать производство с помощью обычных людей, дать возможность каждому простому человеку стать совладельцем его предприятия, которое он создает, вместе с ним участвовать в прибыли этой компании, то есть получать дивиденды. Вот, соответственно, была предложена программа на три года, которая там состоит из трех этапов, ну, которые в итоге мы сейчас разбили на 20, о чем мы сейчас чуть поподробнее скажем. Вот, первый этап идет сейчас, это этап предзапуска, этап, так скажем, становления, формирования инструментов и так далее. Вот, соответственно, позади у нас два месяца, первый этап будет идти до примерно сентября, то есть это первые три установочных месяца. Это когда люди в таком полурабочем режиме, лето пока, кто где отдыхает, и мы к первому сентябрю подготавливаем полноценную систему. Значит, на текущий момент, что мы имеем? Мы начали работу в ручном режиме только через социальные сети, через социальные сети ВКонтакте. Коллеги, кто помнит, да, когда мы начинали, я не помню, там было несколько тысяч человек, по-моему, 3 тысячи человек, по-моему, или 4. Сейчас группа органическим способом выросла практически до 10 тысяч человек за эти два месяца. Вот, соответственно, мы завели сейчас во всех других соцсетях наши представители, которые сейчас будут также развиваться. Там на Ютубе куча уже роликов. Кстати, количество просмотров ролика с Дмитрием Александровичем Дуиновым, вот это первого, уже перевалили за миллион. То есть, если посчитать, там, на основных каналах. Вот. По количеству инвесторов, количеству денег. Мы говорили, что мы там информацию скоро, наверное, раскрывать не будем, но сейчас пока это можно. Мы перешагнули за 20 миллионов рублей, если не ошибаюсь, ну, может быть, там, плюс-минус несколько, там, тысяч. То есть, второй месяц 20 миллионов рублей. Значит, про планы на этот месяц до конца этого этапа я расскажу в конце. Вот. Сейчас бы хотел сказать, что серьезно изменилось по сравнению с первым месяцем работы. Коллеги, вы, наверное, видели, что первый месяц мы почти каждый день вели какие-то вебинары, снимали новости, проводили мероприятия на земле. Ездили к Дмитрию Александровичу Дуинову, снимали видео, выкладывали фотографии. То есть, мы набирали материал. Дальше мы проводили различные акции, мероприятия, всячески стимулировали и тестировали разные способы, так скажем, достижения того результата, тех планов, которые ставит Дмитрий Александрович Дуинов по финансированию. Соответственно, мы поняли, как это работает, мы поняли, что есть живой интерес, мы поняли, какие инструменты работают. Как Алексей пишет, мы в каком-то смысле собирали первый капитал для того, чтобы построить систему, которая сможет реализовать те объемы инвестиций, которые нам необходимы. И, как вы видели, многие из вас спросили личные кабинеты, когда все можно автоматизировать и так далее. Мы сказали, что мы будем запускать их постепенно и поэтапно. И вот самая главная большая работа, которая была сделана за этот месяц, за этот этап, мы приблизились к такой полуавтоматизации. Как вы видите, запустился личный кабинет, в который имеет уже дизайн небольшой, разделы, структуру. В нем нет пока необходимого функционала полноценного, но, коллеги, вот говорю, кто из сферы IT, тот понимает, что нельзя сразу сделать идеально. И нельзя ждать там несколько месяцев, иногда лет, чтобы запустить кабинет сразу как нужно. Вот, поэтому мы запускаем постепенно, тестируем и делаем только то, что нужно в первую очередь. Поэтому, коллеги, запущен кабинет, вы уже видели. Кстати, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто зашел в кабинет, смог зарегистрироваться, активироваться, активировать и все в порядке, все видел. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Как бы, коллеги, почему мы еще активность притормозили? Мы поняли просто то, что все, все это работает. Но в том же темпе, каком мы работали, ручном, мы бы смогли повторять примерно тот же результат, что и был в первом месяце. А нам нужен результат, как бы, ну, больше, гораздо, гораздо больше. То есть, в среднем мы должны привлекать где-то по одному миллиону долларов в месяц. Вот, соответственно, для того, чтобы реализовать данный проект. Чтобы этот миллион долларов привлекать в месяц, мы, как бы, один месяц проактивничали, второй месяц мы автоматизируемся, и третий, и четвертый, и все, дальше мы начинаем работать уже на качественном новом инструменте, который нам позволит собирать хоть миллион, хоть десять, хоть сто миллионов долларов в месяц. То есть, зависит только будет от нашей активности. Инструмент просто сделан. Давайте я вам покажу пару цифр, которые обычно очень интересны. Коллеги, посмотрите справа, в разделе этот вот презентации. Я хочу вам показать... Так, почему-то не видно. Это, Паша, как мне следующую, подожди, фотку. Так, смотрите, я хотел показать вам количество регистраций и посещений личного кабинета. Тот, который вот сейчас идет на этой неделе. То есть, порядка четырехсот человек в день заходят в кабинет. То есть, это достаточно хорошо на первых этапах. Рабочий чат, адрес ОЛК. Так, на все вопросы, коллеги, сейчас ответим. Значит, смотрите, это то, что нам дает Яндекс.Метрика по посещению. Так, Паша, можешь вот этот снимок другой вытащить наверх? Там снимок экрана. Видишь их там два? Вот, не-не-не-не, не этот. Там я хочу, чтобы вы посмотрели возраст наших участников основной. Да, вот эта вот картинка, посмотрите, пожалуйста. Это возраст участников нашего проекта. Посмотрите, пожалуйста. Основную долю, 41% составляют люди от 25 до 34 лет. Как видите, то есть, получается, дальше идет выше, 35-44 года. Да, коллеги, вот тут мне говорят, что ревссылки в чат не кидайте, но тут вроде не ревссылка, да? Да, ревссылки, пожалуйста, не кидайте, это не очень корректно. Значит, к чему я вам показываю аудиторию, коллеги? А вот все связывают интернет с каким-то местом, где школьники сидят, да? А контакт это вообще школьники на школьниках. Вот, но как вы видите, даже проект, начинающий через эту социальную сеть, имеет там в свои 90 процентов, это взрослые люди от 25 лет и старше. Ну, соответственно, другая статистика, то, что они заходят с телефонов и со смартфонов, это уже там не суть важна. Вот, поэтому смотрите, еще раз по цифрам, порядка 20 миллионов привлечено средств сейчас, 3200 человек зарегистрировано в системе, из них порядка 1000 человек стали уже нашими акционерами, инвесторами. Вот, немного изменились условия инвестирования, то есть, ну, опять же, там, в лучшую сторону, мы на этом подробно сейчас останавливаться не будем. Изменились пакеты, теперь есть новая таблица, она есть в разделе инвестировать и в разделе банкинг в личном кабинете, новая инструкция по действию. Вот, смотрите ее, мы перешли на доллары. На доллары, значит, коллеги, я видел много, там, скажем, дискуссий, да, на эту тему. Мы будем конвертировать в долларах по следующим причинам, что вот эти бизнес-планы, все оборудование планировалось закупать в долларах. И самые основные траты в долларах. Дальше, для вас, кто переводит не в долларах, а, допустим, в рублях, никакой роли, по сути, играть не будет. Вы переводите в рублях, есть курс на день транзакции, соответственно, они будут автоматически у вас просто отражаться в долларах. Вот, смотрите, если платили по пять тысяч рублей, коллеги, те средства, которые были вам не переведены за это время, полностью отражаться со всеми бонусами и так далее, отразятся у вас в личных кабинетах. Соответственно, пакета пять тысяч сейчас нет, есть пакет на сто долларов, на шесть тысяч, поэтому вам необходимо будет просто довнести, либо выбрать пакет меньше, активировать, как пожелаете. Соответственно, посмотрите, доступные пакеты. Почему пяти тысяч нет? Мы, когда делали пакеты в рублях, для начала, для первого старта, мы округляли, ну, суммы в рублевом эквиваленте. В долларах там просто получается пять тысяч, это там, ну, 70 с чем-то долларов, то есть 80, это неправильно. Там сумма 50 долларов, 100, по-моему, 150, 200, вот, поэтому мы оставляем таким образом. Методику расчета дисконта мы тоже сейчас не будем затрагивать, иначе мы просто из рамок вебинара выбьемся. Нет проблем, если доллар упадет, никаких не будет, все будет в порядке, все, как бы, мы на это не влияем, но вряд ли это случится, там растет последние многие годы. Вот, дальше, что я хотел еще рассказать, значит, сейчас регистрируются новых где-то по 50-70 человек в день, что тоже очень хорошо, говорю, учитывая, что мы еще не начинаем активных действий. Так, это рассказал, тык-тык-тык-тык. А, кстати, коллеги, наш штат, вот именно наших сотрудников, да, кто занимается, вот, организацией привлечения инвестиций, увеличился с 7 человек уже до 20. Как вы видите, появилась централизованная техподдержка, куда вы можете отправлять запросы абсолютно по любому поводу. Они собираются, сортируются, и, соответственно, люди отменьшают, отвечают на все вопросы. Вот, дальше. Такие первые вводные информацию, которые хотел дать по тому, что произошло за это время, по цифрам, я дал. У Дмитрия Александровича очень много новостей. Мы общаемся здесь, ну, не публично, там, в скайпе и так далее. Вы часть новостей видели, но сейчас я попрошу Дмитрия Александровича еще раз рассказать про все это, прокомментировать, как проходит его часть работы, то есть переговоры про вхождение в зону Алабышева, про, ну, в общем, все то, что интересно людям именно с точки зрения производства. Дмитрия Александровича, стандартно, там кнопочку нажимайте, и вот минут 20, наверное, можно на вашу речь выделить, и дальше ответы на вопросы, которые сверху стандартно. Паша, Дмитрия Александровичу давал мне туда доступ? Сейчас у вас, значит, появится кнопочка. Так, видимо, у меня с задержкой идет. Все, Дмитрий Александрович, у вас там должно было прийти уведомление. Коллеги, рад вас видеть. Давно не встречались, не общались, но, наконец-то, появилась такая возможность, потому что в последнее время все были загружены, ребята были загружены подготовкой программного обеспечения, работой сайта. Это потребовало очень серьезных затрат по времени, труда, финансовых средств и так далее. Поэтому эта работа была проделана, ребята немножко освободились, и поэтому появилась возможность возобновить проведение вебинаров. Значит, что за это время изменилось и произошло в проекте? Ну, первое, что привлеченные средства позволили нам открыть юридическое лицо, запустить. Совэлмаш, это все прекрасно знают. Значит, завтра заканчивается ремонт, так называемого шоу-рума, ну, это отдельное помещение с отдельным входом на улицу, с улицы, чтобы не проходить через вахты, где можно, ну, не оформлять разрешение на вход, а можно непосредственно с улицы заходить и вести переговоры, встречи, обсуждения, в том числе с иностранными партнерами, потому что проход в здании к нам иностранных партнеров требует оформления разрешения за несколько суток через режим безопасности. Вот, поэтому это существенно упростит работу, это первое. Второе, что там можно будет и пробовать технику, покататься, обсудить, посмотреть и так далее. Это все намного упрощается. Значит, завтра сдадут ремонт нам и начнем оснащение. Ну, это продергивание туда, протягивание линии, связи, компьютерной сети нашей внутренней, вот и так далее. И установку пока временного оборудования, для того, чтобы можно было в кратчайшие сроки начать работу. А потом уже будет постоянно оборудование, имеется в виду мебель и так далее, потому что там были работы, связанные с установкой сантехники, потому что сантехники не было. Ничего, ну, все серьезные работы были проведены. Точно так же было подготовлено помещение офисное для внутренних переговоров и для работы инженерной группы, бухгалтерии СОВЛМАШа, административные части. И, значит, приступили к монтажу компьютерной системы, позволяющей проводить рассредоточенные вычисления, распараллеливания для решения задач оптиметрики при проектировании электрических машин. Эта система сейчас собирается, уже отлаживается, и в ней будут задействованы в том числе рабочие места административной части. Поэтому компьютеры будут выполнять две функции, и как рабочие места, и как рабочие станции для вычисления. Точно так же расширен сервер для хранения информации. Вот. И плюс ко всему, начало тестирование новых систем вычислительных, которые мы раньше не могли себе позволить производить, потому что не было возможности, не хватало ресурсов. Сейчас этих ресурсов более-менее достаточно для предварительных вычислений. Надеюсь, что первые тестовые работы мы запустим, наверное, через неделю. Вот. Плюс ко всему, были подготовлены элементы электромагнитной системы для тестирования системы высокочастотной сборки, спарки колеса беличьей клетки, короткозамкнутой обмотки ротора асинкронного двигателя. По нашему заказу, МОЗ Индуктор предприятия изготовил оснастку предварительную, для того, чтобы можно было проверить их оборудование, проверить технологические возможности, проверить, сколько будет проводиться сварка, для того, чтобы оценить производительность. Значит, первые же образцы были проварены, засечено время работы, и было на практике показано, что это оборудование обеспечивает расчетное время сварки, которое позволяет на одной установке делать достаточное количество роторов, чтобы выйти на годовой объем 17,5 тысяч моторов колес. Почему 17,5 тысяч? Дело в том, что если брать линейку для намотки статора, вот одна линейка, она позволяет делать 17,5 тысяч обмоток, устанавливать статорных обмоток, изготавливать в месяц. Поэтому все это оборудование, оно должно работать оптимально, с оптимальной загрузкой, для того, чтобы мы могли получить минимальную себестоимость изделия. Плюс ко всему, мы согласовали на сегодняшний день уже все технические вопросы по изготовлению штампа для штамповки или пластин электротехнической стадии. Определились возможности, определились сроки исполнения, провели переговоры на счет изготовления оснастки для производства корпусных деталей, литья, тоже достигли соглашения. Поэтому сейчас осталось одну работу выполнить, это произвести тестирование новых решений технических, которые будут заложены не в опытные образцы, а именно для серийных образцов. Проверить их, окончательно утвердить чертежи, передать эти чертежи, уже согласованные для изготовления оснасток. Но в то же время сроки изготовления и вообще размещения заказов, они привязаны к графику поступления инвестиций. Мы все это увязываем, потому что оно все взаимосвязано в технологические, финансовые возможности. Мы все это должны выдержать в таком ритме, чтобы не было ни задержек и ни опережений. И тогда мы сможем выйти на первые результаты в минимальнейший срок. Как это предусмотрено в проекте, где мы с вами закладывали два варианта. Это два этапа реализации. Первый этап – это по кооперации изготовления проектных работ. И второй – это уже полноформат. Значит, для полноформатного работы проекта мы провели работу, вышли на администрацию зоны Алабаша, особоэкономическая зона. Были проведены встречи. Наш проект вполне удовлетворяет предъявляемым требованиям. Предварительно нам предложили 29-й участок для размещения зданий и сооружений. Но после того, когда мы проконсультировались с группой, которая будет заниматься проектными работами, попытались привязать требуемое здание, то конфигурация участка оказалась неоптимальной для размещения наших зданий. Мы попросили администрацию управляющей компании Алабаша предложить нам другие участки, которые бы более оптимально соответствовали нашим требованиям. Значит, нам предложили 23-й и 24-й участки. Эти участки вполне удовлетворяют для размещения здания. Значит, сейчас работа над презентационными материалами и документация заявочная для прохождения экспертного совета, экспертного комитета выполняются. И самая главная задача, которая сейчас должна быть решена для того, чтобы мы могли войти в особую экономическую зону и удовлетворяли бы действующему законодательству, нам необходимо получить гарантии финансовых институтов, гарантийное письмо. Почему это вам необходимо? Потому что когда закон об особых экономических зонах разрабатывался, тогда еще не было такого понятия в Российской Федерации, как краудинвести и краудфандинг. И, соответственно, в законе эти инструменты не были заложены. Единственный инструмент финансовый, который был заложен, это привлечение денег из банковских структур. Поэтому тут надо будет поработать. Эту работу идет. Предварительные переговоры с финансовыми институтами были проведены. Сейчас идет такая консультативная работа. В принципе, мы выбираем наиболее подходящие варианты, наиболее подходящие условия. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что ни один финансовый институт просто так гарантии не дает. Хотя мы не рассчитываем на их деньги и не хотим этих денег. Потому что мы по этим гравлям уже топтались, знаем последствия всего этого дела. Нет такого желания. И коль мы уже с вами занимаемся вот в такой форме развитием проекта, мы этой линии и будем придерживаться. Та линия, которая была принята, та линия и будет проводиться. Безвременный прям никак. Я бы сказал, что там не по национальному признаку, а скорее всего по-другому. Потому что есть так называемые положенцы, смотрящие, наверное, каждый из вас знает, понимает, о ком идет речь. Если раньше ребята ходили с перстнями наколотыми на пальцах, то сейчас они уже не носят наколок на пальцах, они уже ходят не в малиновых пиджаках, а уже одеты от Версачи. Многие из них... Вы сами знаете, где сейчас и что они делают. И деньги у них солидные. Но я не думаю, что кто-нибудь из вас хотел бы вести бизнес именно с такими ребятами. Есть среди них и нормальные люди, которых воля судьбы туда занесло. Но многие достаточно сложные товарищи. Поэтому мы все это прекрасно понимаем, знаем и всячески оберегаем бизнес, проект от привлечения таких людей, от того, чтобы они туда входили. Мы знаем, чем это грозит и последствия. Поэтому воздержимся. На сегодняшний день рабочая группа по разворачиванию проекта в техническом плане, не в привлечении инвестиций, а именно техническая рабочая группа, численно не увеличена. Потому что на сегодняшний день, если привлекать новых людей, труднее будет им объяснить, чем выполнить самим. Потому что задачи очень разноплановые. И для того, чтобы их решать, необходимо быть в курсе дела. И поэтому мы привлекли еще до разворачивания проекта к работе двух человек. Они сейчас постепенно втягиваются в эту работу. приобретают опыт, но они уже полезны в проекте. Следующих людей будем привлекать только тогда, когда проект выйдет на статус принятия решения о вхождении в Алабаши, на расширенный статус. Это когда уже совершенно на других цифрах финансированные будут идти речь. Потому что проезд деньги нетрудно, выплатить зарплату тоже нетрудно. Но дело в том, что все это должно быть в гармонии. Невозможно развиваться. Допустим, вначале голова, а потом ноги. Все это должно быть в гармонии. А как будете решать проблему с микроэлектроникой, контроллером? Да у нас есть уже собственная конструкция контроллера. Значит, сейчас единственная проблема, в чем будет? В том, как испытывать все это дело. Вот многие в чате говорят и в ВКонтакте, что вот, ребята, вам надо там то, пятое, десятое провести стенды воспитания, нарисовать механические характеристики. Все это сделано. Все это сделано, многократно делалось и в Болонском университете, в Брюссельдорском университете. Снимали карты КПД, снимали и трехмерные графики. Чего только не делаем. Но вопрос в том, чтобы для того, чтобы продавать все это дело, необходимо иметь свое стендовое оборудование. Стендовое оборудование, оно стоит хороших денег. Это фирма Маттроу, это больше 250 тысяч евро. А эти деньги надо иметь. Ну и стенд надо этот иметь. Естественно. А без стенда частотник отстроить крайне сложно. Так, все люди говорили, любой частотник двигатель переварит, на что с микроэлектроникой проблемы не будут похожи. Ребята, ну давайте не будем путать. Значит, смотрите, есть частотники общепромышленного, для двигателя общепромышленного исполнения. Они есть, этот мотор работает, наш мотор работает с этими частотниками. Но есть частотники для транспортных средств. Это совершенно другие частотники, совершенно другие задачи. наиболее оптимальные, наиболее продвинутые на сегодняшний день, это контроллер Кертис. Есть еще Силконы, есть Келли, и так далее, да, но лучше все Кертис. Но дело в том, что эти все частотники разрабатывались для двигателей со стандартными мотками, и они удовлетворяли максимально те потребности, которые были для гольфкаров, ридж-траков, погрузчиков. Но они никак не рассчитывались для езды, для двухколесных транспортных, для езды по дорогам общественных курсов. Поэтому свой контроллер нужен. Если у нас будет свой контроллер, значит, у нас в руках будет своя математика, и мы можем максимально адаптировать контроллер под наши нужды, под те задачи, которые решаются. Сколько надо задоначивать, чтобы на выходе иметь собранный велосипед? Ребята, мы же с вами не велосипедами занимаемся. Мы строим предприятие, которое будет ставить технологию производства двигателей не только для велосипеда, но и для других нужд и задач. Ну, допустим, таких как Азипода, это корабельные двигатели. И для многих-многих задач. А производство двигателей будет размещаться уже на других предприятиях. Да, мы на начальном этапе будем ставить установочные партии выпускать, мелкосерийные производства, но потом, в дальнейшем, это производство надо будет передавать на специализированные предприятия, а самим продолжить разработку новых двигателей. Потому что разработка позволяет получать максимальную долю прибыли. а с производства доля прибыли там должна быть небольшая. Там только за счет объема. Поэтому вот тут идет подмена понятий, почему-то постоянно путают. Мотор, колеса это малая толика в проекте. Илон, Маск, Тесла. Ну, Тесла сейчас объявили о том, что они в 1,45 раза снизили удельный расход. Мне хотелось бы посмотреть, сделать рентген их неудвигателя, заглянуть и узнать, а что же там произошло, не нашли там обмотки оказались. Ну, посмотрим. Дуинов с Моторс это официальный, я не знаю сайт Дуинов Моторс. У нас есть форум двигатель.myfor.ru Значит, сегодня пришел двигатель от автомобиля Ренот Визи. Мы будем переделать этот двигатель, оставим только корпус и карбарит присоединительный размер и контакт и так далее. Вся начинка будет уже наша. На первом этапе мы там просто обмотки поменяли, а на втором этапе поменяем электромагнитную систему. И вот тогда мы сможем показать на практике, уже один этап был, второй этап на практике показать, что дает наш проект. Уже сегодня есть очень много, очень много предложений, каждый день есть предложения о сотрудничестве, по мере развития проекта предложений становятся все больше и больше. Дело в том, что даже когда мы на Мосиндуктор приехали, позвонили вначале, ребята сразу сказали, да, мы знаем, это мотор-колесо, и так далее, и так далее, да, мы готовы, да, мы будем работать, и так далее, и так далее. Там ребята поехали испытать, а на самом деле провели целый день. и многие люди знают, многие заинтересованы. Оказалось, что настолько много людей в курсе, не просто в курсе, а очень много людей смотрят, как развивается проект. Очень много людей надеются на то, что он выйдет на определенный уровень, будет успешным. все верят, потому что этот проект открывает надежду для других. Очень много людей говорят, мы ждем, когда вы пойдете, мы ждем, когда будет реализовано, мы хотим вместе, мы тоже хотим, и мы хотим гордиться, мы хотим, чтобы было свое. И вы знаете, не хочется обманывать их надежды, все-таки мы верим, что уверены, что мы достигнем результата, что все это будет. И этот проект как пылесос все больше и больше людей втягивает. Вот сейчас спрашивают за вопрос, что происходит с автомобилем Z. Автомобиль Z проект движется, и я думаю, в ближайшее время вы все услышите результат все это. Я не хочу забегать вперед, просто у меня есть некоторые обязательства не разглашения, информации, но поверьте, там достаточно серьезно все происходит. И ребята работают без выходных. Поэтому Z движется, и результат будет. Я думаю, что в ближайшее время, до конца августа, я смогу вам рассказать, что там произошло за последнее время. Ну, так, еще вопросы какие есть? договора с институтом, что получают администры. Двигатели ваши уже опробованы на автомобиле? Опробованы, но смотрите, опробованы обмотки, двигатели мы еще проектируем, поэтому, ну, ребят, не поленитесь, зайдите на форум двигательmyfor.ru, зайдите на сайт, на форум по электротранспорту. Ну, очень много же информации там выложено, где, что сделано. Надо только не лениться, надо брать, заходить и все смотреть. Вот я вам сейчас тему сбрасываю. Я тут столько, что-то я не скопировал. Сейчас. вот эта тема, где несколько автомобилей есть. Сейчас вам еще и на основной раздел, где все, что связано со славянкой, форум непосредственно посвященный этой тематике тоже сброшу. Просто надо следить, надо отсматривать. Информации очень много, и видео есть, и про автомобили много. Делали шахтные электровозы, делали и троллейбусы, и автобусы делали, и Рено-Канго делали. То есть, а когда планируете начать строительство зданий на участках? Ну, во-первых, к строительству можно будет приступать, когда будет понятно, что мы набираем средства необходимые для этого. Поэтому мы отрабатываем два варианта развития, экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный это когда по кооперации запускаем производство, мотор-кореса для того, чтобы уменьшить нагрузку на инвесторов, инвесторов. Потому что все-таки идет аренда затрат на аренду зданий, на выплаты зарплаты. Все эти средства надо компенсировать за счет того, чтобы приступить к изготовлению продукции, которая позволит уменьшить нагрузку на инвестиционную составляющую. И когда будет понятно, что средств достаточно, тогда будем заниматься зданием. когда начнем строить свою гигафабрику по аккумуляторам. Нет, по аккумуляторам еще пока воздержимся. А будут ли именно двигатели или второстепенные? Ребят, ну вот такое количество вопросов. Давайте, наверное, систематизируем, куда можно приехать, чтобы встретиться, адрес, где можем. У меня просьба такая, ребят, воздержитесь пока от встреч. Давайте мы специально выделим определенный день, потому что каждый день по несколько десятков звонков хотим встретиться, хотим встретиться. И получается так, что мы проводим встречи, рабочие встречи, а некоторые просто интересно посмотреть, побывать у нас в гостях и так далее. Это удовлетворение любопытства, но нам же работать еще надо. Это тоже надо понимать. Не жалко встретиться, но если мы на этом этапе сейчас будем посвящать основное время встречам, то работать будет невозможно, потому что если я за день провожу 3-4 встречи, то работать уже некогда. сотрудник, а это не только мне приходится во встрече принимать участие, но и другим сотрудникам. Поэтому лучше проводить вебинары, отвечать на вопросы, разговаривать. Шоурум запустим, в шоуруме там можно будет встречаться, приходи, выделим человека, который будет общаться, чтобы можно было посмотреть, ответить на основные вопросы. Если будут специфические вопросы, тогда будут подключаться к профилям специалистов. А как вы с проектом Skyway относитесь, они используют похожие моторы для собственной разработки? Ну, с Skyway как мы соотносимся? Ну, будем сделать моторы, если им нужны будут моторы, они будут покупать, не нужны, не будут покупать. Мы же не строим Skyway, мы в другой сфере работаем. У них своя сфера, у нас своя. Поэтому, ну, как, нормальные ребята, понимаете, есть Сколково кластеры медицинские, IT и так далее, но они работают там, молодцы, свои занятия, они там занимаются своими вопросами, но мы с ними не пересекаемся никак, хотя мы тоже с проектом участники Сколково, но я их глаза там никогда не видел. Мотор стоит, какой мотор? Стоит 7200 долларов, я не знаю какой мотор. стоит. Аутор, скажите, чем ваши технологии отличаются от Tesla Motor принципиально? Ну, у них либо звезда, либо треугольник, а у нас совмещенные обмотки. Поэтому, ну, и еще одна информация такая, значит, подготовлена одна заявка уже на патент на промышленной образец, и сейчас, я даю, уже идет переписка, заявка подана, ведется переписка с Роспатентом, это вот компания Solomash, это уже компания по проекту, и сейчас готовится заявка на патентное изобретение. Если на полезную модель заявку можно будет оформить в виде патента на промышленный образец в течение года, заявка на изобретение оформляется и патент выдается в течение трех лет. Через три года, если все нормально сделано, как раз к запуску проекта полного выхода на проектный расчет на производительность как раз будет уже этот патент. Но я надеюсь, что за три года мы сделаем не один десятый патент. Разве иностранцы еще не начали нервничать связи? Нервничают? Потому что Рено Твизи вот мы привезли сейчас будем заниматься. Без их участия? Ну, будет участие иностранцы или будут только бывшие советские республики, советское пространство. Это посмотрим, это от вас зависит. Я бы хотел, конечно, чтобы по матчам были бывшие советские республики. Потому что все-таки раньше умели, строили, делали. Патенты только в Российской Федерации оформили. Да, сейчас пока в Российской Федерации, потому что по системе ПСТ оформить дорого и не имея производства оформить международные патенты смысл не было. Что с предложением Канады поляков. Но мы пока наблюдаем за ними. Но это не настолько интересное предложение. И там идет проверка. Товарищи, пока ничего хорошего из этого не выявлено. А иностранные инвесторы у вас есть. Я еще не знаю по структуре инвесторов полностью. А как скоро планируется приобретение роботов на мочках? Роботы будут уже на производстве по серийному производству. Это отдельно будут создаваться предприятия. В рамках Соломаш. Соломаш это предприятие, которое разрабатывает технологии. До роботов доберемся. сейчас самое главное разработать технологию и оснастку, которая позволяла делать эти двигатели. А дальше уже будет речь о роботах. Так, вопрос. А будут ли именно двигатели, а не мотор-колеса? автоваз справляет интерес? Нет, с автомазом мы работали. Дело в том, что было ЕЛЛАДА, электро-ЛАДА. Мы ее переоборудовали. Переоборудованием занимался Игорь Корхов в Губкине. Вот. И машина это ездит нормально. Мы показывали ее работникам автоваза, но к сожалению, программа на автовазе свернута. Завтра в какое время будет открыт шоурум? Завтра он не будет открыт, шоурум. Завтра будем принимать работы строительной по отделке, по ремонту помещений. Где можно посмотреть документы, касающиеся планов развития проекта, о которых вы упоминали в одном из последних вебинаров. Но все выкладывается в группе ВКонтакте. ВКонтакте там все выложено. Как будет производиться регенерация средств, если будет волновой метод развития? Чем дальше, тем больше надо. им поможет. Какое не их, я не совсем понимаю. Научно-исследовательский институт, чем он поможет. Волновой метод развития. Ну, понимаете, дело в том, что метод развития, он не может быть применен только один. В зависимости от того, как идет развитие проекта, на разных этапах применяются разные методы. Все зависит от того, насколько проект быстро развивается. Потому что иногда одно направление проекта движется быстрее, другое отстает. Поэтому нужно удерживать определенный баланс. Потому что можно так разогнаться в одну сторону, что другие составляющие проекта начнут отставать. Это приведет к дополнительным тратам. Вроде бы я на все ваши вопросы ответил. Я полагаю, что на сегодня рассказал все, что вы хотели от меня услышать. Если есть еще какие-то вопросы, я готов ответить. Если нет, благодарю за внимание. Спасибо всем. До связи, ребята. Коллеги, у нас просто будет много вебинаров. Не то, что много, все вопросы мы сейчас не сможем ответить физически, потому что человеческое внимание какое-то время еще сосредоточено, потом уже какой-то белый шум и фон. Поэтому по тем вопросам, которые еще не были отвечены, обязательно ответим в следующих вебинарах. Смотрите видео будем снимать и так далее. Давайте мы теперь перейдем к сладкому, к сладкому, хорошему в конце, то, что все любят. Вы помните, наверное, про конкурс, про велосипед, о котором мы говорили. Кто не помнит, еще раз рассказываю, Дмитрий Александрович вышел с идеей, что можно сделать электровелосипед с двигателем Колобок, который поменьше, и разыграть его среди наших участников и так далее. Было предложение к вам придумать вместе условия, кому и как, так скажем, подарить этот велосипед. И в целом было много предложений, они там сводились к тому, что подарить его тому, кто больше всех проинвестирует или будет самой полезной. Кто-то предлагал подарить самому популярному блогеру или тому, кто разносит информацию и так далее. Возможно, мы сделаем следующим, что мы понимаем, цель вернее этого конкурса это маркетинг, это максимальная популяризация данной технологии и чтобы эта позитивность сказалась на всем проекте. При этом мы четко понимаем, что стоит человеку хотя бы один раз прокатиться на этом велосипеде. Он понимает, хоть речь о электродвигателе, но именно его мощь, его потенциал, его динамику можно испытать только самому как-то с ним соприкоснувшись. Кроме как на велосипеде тяжело пока это сделать. Поэтому цель, так скажем, чтобы максимальное количество людей коснулось данного продукта. Поэтому возможно будет до того, как будет один победитель или тот, кто получит этот велосипед себе, этот велосипед проедет такой некий тур по победившим, то есть будет выбрано порядка десяти человек по разным критериям, которые получат этот велосипед допустим в пользование на две недели, на месяц. для того, чтобы его так как мы не можем пока всем выслать, то есть будь наша воля, мы бы каждому представителю во всех городах миллионика, пятисот тысячниках выслали бы этот велосипед, но такой возможности нет. Поэтому мы решили, что этот велосипед можно будет просто людям давать на какое-то время для того, чтобы они его потестировали, сняли видео, показали друзьям, то есть просто попользовались продуктом. Ну, понятно, что там где снег, там зимой нет. То есть вот по такой механике. Поэтому смотрите, этот конкурс будет, велосипед делается, следите за новостями. Когда он будет проводиться, ну, наверное, возможно, вернее, ближе к сентябрю, к началу работы. Значит, почему я говорю про сентябрь прямо в начало работы? Коллеги, говорю, сейчас лето, сейчас все в полуотдыхе. Сентября же все входят в рабочий темп, в рабочий режим, и мы к этому моменту очень сильно готовимся. Значит, первая просьба к вам, коллеги, нам сейчас нужно как можно больше желательно людей, кто хочет нам помогать в той деятельности, которую мы ведем. Сейчас нам нужны желающие, кто хочет участвовать в вебинаре, то, что делаем мы сейчас. То есть, может быть, рассказывать какие-то темы смежные, то, о чем мы ведем. Возможно, там, какой-то отзыв, видео сделать. То есть, если вы приезжали к нам в гости, об этом рассказать. То есть, просьба написать мне, кто хочет и кто за, соответственно, выступить, допустим, на вебинаре на несколько минут. Мы с вами там все обсудим и так далее, всему научим. Вот. Ну, вот Игорь, да, пишет про тому, что кто... Ну, нет, у нас так не получится заранее дать. А хотя, может, потому и кто лучше всего делает. Коллеги, поэтому, кто связан с нашей темой, кто понимает в инженерии, о чем мы разговариваем, тот, кто может сделать отзыв, потому что всегда говорим мы, а знаете, как, ну, разумеется, мы в какой-то степени предвзяты, да, то есть, мы хвалим свой проект, да, то есть, а если вы, допустим, вы специалист, вы там со стороны инженера, вот у нас на первой встрече в Москве на ВДНХ очень много было инженеров, это взрослые мужчины, которые очень интересные вещи говорили, поэтому, пожалуйста, будем очень рады, если вы выступите. Так, дальше, что еще с 1 сентября? С 1 сентября у нас начнется обучение по работе, вот именно по развитию проекта, поэтому следите, пожалуйста, за этим. Дальше, я сейчас хочу здесь провести небольшой вопрос, вот из 230 человек, которые сейчас онлайн, напишите, пожалуйста, кто является уже сейчас инвестором и какую сумму он проинвестировал, пожалуйста, вот прямо сейчас. Сейчас ответим, Роман, кто является инвестором и какую сумму он сейчас проинвестировал, пожалуйста. Так, смотрим. 6, 100 тысяч, разочку, 5, 110 тысяч, 105, 10, 30 тысяч, 30, 5 тысяч, 6 тысяч, 3 рубля, 6, 100 долларов, 20 тысяч рублей, 30 тысяч, 6, 100 долларов, 10, я так понимаю, тысяч, более 47, так, отлично. Коллеги, значит, смотрите, вы видите живые цифры, живые люди, кто это проинвестировал. Дальше, вопрос следующий, кто вот здесь собрался и хочет, чтобы вот этот продукт увидел свет, кто хочет покататься вот на этом велосипеде, кто хочет себе этот электродвигатель, я не знаю, поставьте плюсики, то есть, сколько нас, давайте мы чуть в активность включим, а то иногда смотришь вебинары и уходишь от него, забыл. Значит, коллеги, вы помните, что на первый месяц мы ставили, вернее, мы работали в ручном режиме и мы ставили себе такой план, что нам надо 10 тысяч, ой, 10 миллионов в месяц за месяц собрать. Помните, без сайта, без личного кабинета, все в Excel. Кто помнит, сколько мы собрали за первый месяц? 18, 15, так, 10, хотели 10, более ляма, более 15 миллионов. Коллеги, да, кто не помнит, мы планировали собрать 10 миллионов, а за первый месяц в итоге собрали порядка 15, 14, с чем-то, если я ошибаюсь. Вот, вопрос к вам. Значит, сейчас мы запустили личные кабинеты, у нас 3 тысячи зарегистрированных человек, 10 тысяч практически человек в группе ВКонтакте, какую, так скажем, в данном случае вы бы предложили цель, допустим, финансовую поставить до конца этого месяца. вот сейчас с теми, так скажем, возможностями, с теми, ну, только реальную, так скажем, потому что все равно все-таки еще лето, так, 235, 25, 35, 115, 30 миллионов, коллег, нам осталось, ну, грубо говоря, там, пускай сегодня будет как будто первый, 30 дней, там, если взять, не знаю, наверное, все-таки, учитывая, что сейчас будет новый вдох, опять, новая вещь, все-таки, наверное, речь будет сейчас идти, да, о 15 миллионах, план на этот месяц, да, который мы говорим, надеяться, и как планировать будем 20, но, наверное, 15 миллионов, это та сумма, которую мы планируем собрать в этом месяце, до, ну, осталось там 20, 27 дней, вот, коллеги, у нас для этого есть все инструменты, и сейчас сделаем то, что любят все, значит, в благодарность за то, что вы с нами, за то, что нас так много, с радостью в том, что начинается у нас работа через личный кабинет, сегодня пройдет опять акция, то, что будет бонус, как самый первый бонус, это бонус к вашей инвестиции, то есть, на все инвестиции, сделанные сегодня, сегодня до, вот опять сейчас, 8 часов, до 12 часов, вы получите бонус, бонус будет, как и первые 5%, то есть, помните, да, что есть новые пакеты, значит, смотрите, условия бонуса какие, любой из вас, вот сейчас, а, кстати, смотрите, какая интересная вещь, вот, 200 человек, да, если, у нас, кстати, средняя инвестиция, если, вот, посчитать, примерно 200 долларов, вот, конкурсы, значит, следующее условие, с этого момента, с 20.00, до 24 часов, на любую инвестицию, переведенную вами, в этот промежуток времени, сделанную через кабинет, подтвержденную через техподдержку, и туда, то есть, отправлено, от 100 долларов, единственное, то есть, мы повышаем планку, что, в конкурсе участвуют только инвестиции, от 100 долларов, получат бонус 5%, коллеги, я уже просто сейчас не смогу, наверное, отвечать на ваши вопросы, кто меня услышал, и кто понял, и кто вообще знает про эту акцию, поставьте плюсики, вложено порядка 20 миллионов, коллеги, я говорил, поэтому давайте, для бодрого старта, для хорошего начала, для, как бы, благодарности всем тем, кто дождался, там, вебинара этого давно не было, то есть, откроем этот месяц, с серьезной активностью, там, с вашей стороны, там, с нашей стороны, это некая, как сказать, это, любой наш бонус, как бы, это трата денег, в какой-то степени, то есть, как бы, мы обязательства берем, а финансовые средства не получают, поэтому, смотрите, коллеги, нас 200 человек, да, здесь сейчас, если все выполнят условия, там, по минимальному бонусу, по минимальной инвестиции, это сколько, 100 долларов, получается, у нас уже будет 20 тысяч долларов, получается, 20 тысяч долларов, это, сколько, миллион 200, получается, да, примерно, то есть, это будет, практически 10 процентов плана, выполнено только за сегодня, нет, а 5 процентов, бонусу, бонусом, к любой инвестиции, сделанной вами сегодня, от, вернее, да, к любой инвестиции, от 100 долларов, сделанной сегодня, до 24 часов, как вы, сейчас появляется пост в группе, значит, все ваши инвестиции, пишите подтверждение, то есть, в чем задача вот этой, вот этой вот акции, вам нужно сейчас всем, перестроить свою голову, перестроить свою работу, на личные кабинеты, то есть, вы должны понять, что все, коллеги, закончилось, что это работа через социальные сети, закончились надписи Семенова Сергея, появились новые сценарии действий, новые инструменты, новые возможности работы, все вы, все вы просили ссылки реферальные, которые однозначно за вами закрепят людей, пожалуйста, получите, скоро появится отображение средств, в личных кабинетах у вас буквально, может, со дня на день, вот, но вы должны понять, что теперь мы работаем через личные кабинеты, вы должны понять, что вот такие акции, которые мы проводим, это временные явления, потому что дальше будет обычная работа, это некие поощрения, вам благодарны за то, что вы во всем этом помогаете сначала, вот, если некого привлечь, ничего страшного, как бы, будьте акционерами сами, если вам интереснее, и так далее, вот, коллеги, то есть, потенциал вот сегодняшнего дня такой, где-то там, 10% от всей суммы, которая нам нужна за все эти дни, вот, по поводу задержек, ничего страшного, мы, там будет это все лояльно, а кто хочет сразу, ни одну, ни один пакет оплатить, а там несколько, опять же, это все можно сделать, то есть, любую рассрочку можно погашать заранее, значит, что вам нужно сделать, во-первых, время пошло, пост размещен в контакте, уже должен быть, вот, что вам нужно делать, вам нужно всем просто перейти в личный кабинет, зайти в раздел, там, инвестировать или банкинг, и просто действовать по данной инструкции, если кто-то из ваших знакомых, хотел там проинвестировать, думал, вам нужно скинуть ему свою ссылку, рассказать о текущей акции, и, соответственно, все точно так же выполнить по инструкции, нам нужно сейчас научиться действовать по-другому, не так, как делали до раньше, потому что вот это вот временное, то, что мы включили, оно могло, так сказать, засесть, а оно не позволит расти очень быстро, а нам нужно, коллеги, да, смотрите, вот некоторые люди пишут, если кто-то из вас по технической причине, то есть, у вас есть сейчас намерение перевести, но у вас нет физической возможности, технически что-то не срабатывает, еще что-то не получается, вы пишете сообщение, что мол, такое-то такое-то, хочу перевести такую сумму, по техническим возможностям не имею это возможности сделать, прошу зафиксировать за собой данный бонус, я сделаю транзакцию, там, до такого-то числа, ну, допустим, завтра, да, вот там, что у нас получается, завтра-послезавтра, ну, завтра-пятница, пожалуйста, это возможно, вы помните, в прошлый раз это было, вот, поэтому, те, кто хочет помочь проекту, очень простое действие, сделайте репост записи об этой акции, да, расскажите людям, зарегистрируйте их, научитесь, пожалуйста, работать по-новому, потому что, сейчас создается основа, платформа, которая позволит, ну, говорю, вот этому проекту быть, ну, в такой позиции, что, ну, беспроигрышный, то есть, у нас есть огромная аудитория, которая хочет наш продукт, у нас есть эта же аудитория, которая готова поддержать этот проект, то есть, принять участие в финансировании, эта же аудитория будет являться выгодополучателем от реализации данного продукта, то есть, мало того, что вы продукт себе получите, там, по низким ценам, по дилерским, вы будете знать все условия, вы будете первые, кто узнают, там, о возможности, там, стать дилером, представителем в своем регионе, то есть, вам будет отдаваться приоритеты. Пост выложен, пождают, это люди посты. Смотрите, коллеги, да, в группе ВКонтакте все выложено, это сейчас там будет продублировано в других группах, кстати, также выложен список всех групп, будет скоро, вот, вам, ну, предлагаю вступить, чтобы просто наполнить все остальные группы. Коллеги, поэтому давайте в режиме реального времени оплачивать, нет, коллеги, давайте еще раз, любая, не скидка 5%, а бонус вам 5% будет, то есть, это лучше, то есть, там, переводя, там, тысячу долларов, вы получите на 5% больше, вам надо не на 5% скидку переводить, а надо бонус, то есть, вам просто сверху эта сумма будет отображена в кабинете, то есть, 100 тысяч переводите, там, 105 тысяч у вас в кабинете. Сегодня до, так, Валерий, извини, я, этот, не следил, а договора с инвесторами готовятся, все будет готово к полноценному запуску ЛК к сентябрю этого года, там идет регистрация просто еще компаний зарубежных, то есть, чье акционирование будет проводиться, вот, поэтому, коллеги, прошу потерпеть с этим, просто с юристами работают, это всегда очень, так, кто привлекает разрабатывать, кто выплачивает дивиденды и того подобного, коллеги, это все, говорю, сейчас создается, дальше будет нарисована четкая карта, понятная, схема взаимодействия просто на словах, ну, единицы поймут, я не буду сейчас эфир занимать, занимать, смотрите, 100 долларов, это рассрочка, это минимальный пакет, который можно оплатить полностью, это 500 долларов, но его можно взять в рассрочку, Роман, пойми, да, то есть, ты можешь оплачивать 500 долларов, транзакциями по 50 долларов, но в акции участвуют только транзакции, да, кстати, и так можно сделать, напишите, вы знаете, по инструкции, Станислав, всему свое время, так, коллеги, все меня услышали, или нет, поставьте плюсики, кто все понял, и у кого нет вопросов, повышение дисконта почти в три раза, с чего вдруг повышение дисконта связано с тем, что мы увеличили количество этапов, и нам нужно было больше звать, соответственно, мы перераспределили там в доле, у нас было большое количество в запасе, и это на первых этапах увеличилось, на первых этапах нужна небольшая сумма, поэтому количество долей по большому дисконту будет уходить не очень много, то есть, это, ну, с целью стимуляции на первых этапах было все сделано, все будет пересчитываться, коллеги, вы можете переводить в любой валюте, там, в рублях, в евро, в чем угодно, на доступные кошельки, есть курс на день перевода, соответственно, это будет переводиться, и 5% в бонус, ровно на ту сумму, которая переводится, пожалуйста, да, больше 100 баксов, и, пожалуйста, я прошу вас, вот посмотрите, новые пакеты, они немного, ну, как бы сказать, изменены относительно предыдущих, и если вы желаете, там, допустим, вы там по 5 тысяч в месяц хотели инвестировать, а в итоге на 100 долларов хотите перейти, пожалуйста, вот эти вот хвосты, закончите, ну, то есть, ну, дошлите. Коллеги, ну, да, это просто, ну, на самом деле, не все непросто, если впервые с этим сталкиваешься, поэтому, подробное объяснение, ну, как бы мы от него, так, что, значит, давайте, кстати, в прямом эфире посмотрим, вот, нас 9560 человек, Паш, где пост о том, что, вконтакте должен быть сейчас пост, вверху, про акцию, кстати, надо было 5% сделать, ну, ладно, пожирнее, вот, коллеги, смотрите, пожалуйста, вот пост, давайте мы сейчас все дружно, кто, перейдем, просто посмотрим, сколько можно максимума этих репостов, вот, сделать нас здесь 200 человек, по сути, каждый из вас сейчас может прям нажать на эту ссылку и сделать репост, то есть там вконтакте, да, Василий, кстати, да, мы сейчас вот как раз эту работу ведем, для этого регистрируется компания, на нее открывается счет, и в Базбанке можно только так делать, коллеги, к сожалению, пока без комиссии вообще никак нельзя, все комиссии, только те, которые берут банки, здесь никуда не уйти, так, через сервис Тинькофф, на карте, да, все верно, будет по новым дисконтам, те, кто же инвестировал, нет, коллеги, дисконты будут те, которые сейчас указаны, то есть больше, так, коллеги, смотрим, пожалуйста, я сейчас обновляю, смотрю, сколько человек сделал репост, просто интересно, так, 11 человек, вот вопрос, а 10% даже не сделала, так, дальше, приводить к Валенте, 50, коллеги, вы можете добавлять сколько угодно сейчас, но под акцию попадают платежи от 100 долларов, то есть минимум 100 долларов или 6000 рублей на текущий момент, зарезервировать до 15 числа, Алексей, это достаточно долго, нет, скорее всего, буквально вот завтрашний день, так, ссылку я дал, так, репост кривой, нужно поставить доступен для всех, не только для знакомых, а коллеги, почему, кстати, смотрите, в одноклассниках, в одноклассниках, в фейсбуке, во всех других, о соцсетях, можно тоже сделать репосты, так, смотрю дальше, что у нас здесь, 22, 29 репостов, так, просто, кто был на прошлые акции, вы, наверное, помните, что это дает очень серьезный эффект, это очень полезно проекту, и, как показала практика, очень нравится инвесторам, вот, нам это нравится не очень, вот, потому что все-таки это, ну, не знаю, когда нужно как дополнительно стимулировать, но в таком хорошем деле, в общем, нам не очень нравится, но мы вынуждены это делать, в силу того, что это дает результат. Так, видеоинструкция, как делать репосты, репост делается нажатием одной кнопочки в виде микрофончика, такого, вернее, рупора, в закрытой группе, а, коллеги, а не в закрытой группе, я же скинул ссылку, ссылка, вот она, в основной открытой группе, которая, основная наша, вот, где уже 41 репост, то есть, основная группа, если бы, мотор, колесо, дуянова, там пост буквально 7 минут назад, кстати, интересно, если было бы здесь, как в ютубе, сейчас бы пост поднимался вверх, попал бы в топы, так, идите в открытую, идите в открытую, да, коллеги, речь не про закрытую группу, закрытая группа для партнеров, там, чуть-чуть о другом, с большинством мы работаем здесь, кстати, вот, 208 человек, это удивительно, потому что вебинар уже все больше, сейчас я идет, Виталий, а почему у Илона Маска называется Solar City? Такой вот интересный бренд, посмотрите, кстати, задание вам, найдите, что такое Solar, кроме прямого перевода, где-нибудь напишите в комментариях потом про это. Так, коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Solar City, Solar город, City, вернее город, так, коллеги, смотрю еще раз, сколько сделали, 60, 60, 62 репоста, коллеги, 142, нет, 140 человек, которые здесь онлайн, которые, я думаю, меня сейчас слышат, которые смогли сюда зайти, значит, умеют пользоваться компьютером, вопрос к вам, что вас останавливает от того, чтобы, а, кстати, сам не сделал, сейчас, секунду, стыдно стало, так, что вас останавливает от того, чтобы сейчас сделать репост? вы там не умеете, не хотите, и так далее. Ну, кстати, да, это вот, я прям могу представить, что кто-то сейчас сидит за столом, перед ним тарелка, значит, там еда у него в одной руке, допустим, хлеб, другая ложка, он кушает, тут ему говорят, сделай репост, а у него как бы инструментов-то уже и нет, вот, и, вот, ну, это шутки, конечно, но наверняка кто-то там сейчас лежит, у него ноутбук на пузе лежит, и он такой, как бы, зачем? Вот, можно инвестировать, да, и в WebMoney, и я просто, не знаю, Паша там указал, реквизиты нет, в WebMoney все вот эти, да, то есть реквизиты все есть, и Киви копилку лучше делать, через Яндекс кошелек, через WebMoney, через Advanced Cash, через PayPal, мы сейчас в режиме реального времени вам будем отвечать, значит, коллеги, пожалуйста, я сейчас посмотрю по нагрузке, да, на кабинет, чего там началось, не началось, как он себя чувствует, есть ли у него, там, какие-то глюки, не глюки, о, пошло, 400 заходов, вот, нам нужно, чтобы все работало четко, ссылку на кабинет, сейчас я ее пришлю, так, значит, пожалуйста, вот, научитесь работать, говорю, сейчас через кабинет, прям, перейти в него, если зарегистрированы, зарегистрированы, зарегистрироваться, соответственно, найти там нужный раздел, найти инструкцию, действовать по инструкции, ну, можете, да, коллеги, если, есть возможность, ну, такая, если хотите, перепишите этот пост, разместите у себя, разместите в своих группах, ну, кстати, 72, лайка, ну, кстати, вот, у нас, лайков всего лишь на два больше, ну, ну, давай, хотя бы 100 сделаем, для инвестиций, я просто, вон, вижу уже по смс-кам, все началось, вот, поэтому, коллеги, да, я, наверное, чтобы вас больше не отвлекать, останавливаю, эфир, почему-то PayPal работает, теперь посмотрите, он новый и так далее, все, коллеги, большое вам спасибо за участие, продолжаем делать репосты, помогать проекту, поддерживать, следить, как минимум, следующий вебинар у нас будет, скорее всего, во вторник, да, в общем, пользуйтесь, пожалуйста, кабинетом, ожидайте обновлений, отражения ваших всех данных, там, и так далее, Роман, напиши мне их личико, я тебе отвечу про пакеты, просто, уже все,